хай бибис вы просили разговорный видос простите что я с этим затянула я была очень занята работала вы знаете что я бы никогда вас не за игнорила вот я действительно была очень занята своими делами блин я хочу взять стаканчик себе немножечко разлить кое-что я налью так начинаем отвечать на вашу пруцу женя спасибо думаю благодаря твоим советам и любви теперь у меня здоровые отношения я вам рассказывал историю про свое у меня есть две простые истории это именно рассказанные мне от подписчиков одна в жизни другая в интернете но именно подробно все расписано 1 девушка замуж вышла она приходила на мой коуч организовывали мероприятие где я с вами как оратор да вот где мы с вами общались я выступала но мне рассказала то что у нее были очень сложные отношения с молодым человеком они не понимали друг друга все же шло к расставанию и тут они очень хорошо примирились благодаря моим советам она построила счастливые отношения и вышла замуж и они сейчас все прекрасно и подарки он не дарит любит он ее безгранично вот мне очень приятно что у вас все хорошо меня я вот знаете такой человек я так радуюсь когда у кого-то все хорошо потому что таким бы я не была замечательным коучем я тоже сталкиваюсь с проблемами в личной жизни и разными людьми и с которыми невозможно что-то простраивать общаться как-то поэтому мне приятно что у вас получается все потому что еще раз говорю какими бы вы не были обученными прекрасными людьми если человек то там не получится ничего у вас построить не союз какой-то для достижения цели не отношений ничего если неадекватный какой-то персонаж вам попался я вас учу это принимать понимать вы знаете стоит ли выходить замуж 21 скажи плюсы и минусы можно выйти замуж любом возрасте даже в 16 лет там согласию родителей при большом вашем желании просто это такое знаете люди разные вот я сейчас попытаюсь объяснить если вы родите ребенка в 16 18 20 лет спросить у своих родителей которые рано рожали вот мимо 17 родила очень тяжело и это такие ограничения это бессонные ночи то что у нее не было денег на няню это ответственность очень большая за ребенка нужно ему заниматься это же выводить не кошечка собачка от которых можно отказаться хотя я воспринимаю животных тоже как людей но тем не менее это не то что можно отдать передать то есть но ребенок это ду ты ты была ребенком вот таким и был таким же вот детям понимаете в чем прикол и это тяжело плюс когда начинает совместная жизнь это бытовуха выброси мусор вот это сделал каждый видите друг друга начинаете какать пукать при друг друге и вот этот у вас может начаться отторжение некая друг от друга неприятно там что вот он передо мной там сидит постоянно с вами человек вы спите вместе идите вместе бюджет совместный здесь уже нет такого не будет что там мужчина больше зарабатывает но в плане у него там деньги у вас вы тут каждый не видитесь пропадает романтика ну а чё потому что вы каждый день вместе понимаете какая романтика это уже сложно выезды какие-то совместные уже нет такого ждать встречи понимаете это в начале да там все классно прекрасно отношения вы видитесь там даже когда вы попробуйте просто пожить вместе хотя бы плюс люди разные то есть у вас могут потом быть проблемы с дележкой имущества и так далее вам побольше узнаете человека если вы уверены то хоть блин завтра женитесь выходите замуж не имеет значения просто тут прикол вот во всяких бзиках опыте вот у меня в зике вот я сейчас не скажет конец мальчик да с которым я там будут встречаться типа будешь моей женой я буду заключать брачный договор миллион процентов я не буду делиться как говорит ксения собчат мне очень нравится я эту фразу что конечно любовь и замужество это все классно но с брачным договором я тебя буду любить еще сильнее но это правда твои деньги мои деньги мои деньги мои деньги мои деньги ну так так уже так что там за соседка да неадекватно у меня тут живет одна у меня вообще соседи все двинутые мы здороваемся в итоге на следующий день кого-то не знаем друг друга то есть они очень странно себя ведут нет воспитания у людей это уже эти это претензии к ним как семье родителям не хотят можно здороваться господи кому они нужны вообще как правильно общаться с парнем в переписке слушать ведите а естественно не надо ни под кого подстраиваться я всегда очень мальчиков и девочек вас должны полюбить такими какие вы есть если мы говорим за здоровые какие-то серьезные адекватные отношения то в данном случае вас должны принять потому что в этом и заключается любовь любовь это когда тебя любят ни за что когда ты удивляешься как меня могут любить а в тебе что-то нашли вы что-то будете искать человеке и он или она вас он человек неважно какого пола то есть здесь такой вот как бы интересный момент всегда с принятием вас такими какие вы есть не и еще раз говорю не надо подстраиваться не нужно быть той какой он у вас хочет и тут я общалась одним мальчиком недавно и он мне говорит . от горит грубая как грубо себя ведешь а верти не нравится можем перестать общаться в чем проблема чем проблема я не вижу проблемы ты видишь проблему давай попрощаемся все просто люди общаются почему потому что они заинтересованы друг друге и если их цели совпадают там отношения они общаются дальше дружба общаются дальше не совпадают расходимся не нравлюсь я тебя расходимся все не надо вот что-то лепить пытаться и не почему вы думаете типа одни это бесит реально девушки мужчины все девушки в особенность раздражают которые пишут вот как ему понравится вода как вот не с ним правильно общаться доведи себя естественно если тебя не понимают это просто их уровень понимаешь другой они дым другое нужно значит относитесь с уважением к выбору человека к его мнению но не нравитесь значит ему нравятся какие-нибудь и другие девочки с другим общением на этом нет ничего такого это хорошо что вам человек даже заранее говорит там типа уютно неуютно с вами хочет с вами общаться не хочет неужели вам было бы приятнее общаться с человеком полгода год видеться с ним надеяться на что-то столь долгое время а потом вам человек сюрпризом говорит слушай мне не нравится тобой общаться как мне спустя семь лет дружбы мои друзья скажешь ли лицемерка а как они со мной 7 лет дружили вопрос лицемеры ли они это вот остается загадкой удивительное рядом что если в жизни все норма по звонку не знает что сказать муж просто занят чем-то я вот знаете когда с кем-то создание не люблю вообще с кем созваниваться по видео я люблю в жизни видеть мимику человека видеть как он там что делает ходить куда-нибудь до переживать какие-то состояния радоваться тому вот что тебя окружает то есть мне я хочу ловить вайба от человека вот но если вы на дистанцию то можно и по видео я так общалась с двумя людьми мы были влюблены очень сильно друг друга но люди оказались не теми за кого себе удавали и собственно поэтому ничего не получилось вот просто видитесь убить и значит в жизни чем проблема но не вижу проблемы созвонили скажу все пойдем гулять пойдем гулять все проблема решена ну что мы неуютно я вот например могу могу играть параллельно и реально не специально но будет казаться что мне безразличен человека на самом деле я увлечена просто поэтому я да с кем-то общаюсь я не смотрю телевизор ничего не делал я как вот в этом плане как мужчина если с кем-то говорю то я должна быть сконцентрирована иначе ничего не пойму правда мне будет не интересно я очень такой в этом плане могу резко перестать понимать вообще о чем мы говорим если о чем-то другим увлечена почему люди выбирают себе плохих людей на хороших никто не берет да почему у тебя настя такая позиция девочка моя берут хороших выбирают ну хорошие тоже понимаете понятие растяжимое мы все и плохие хорошие для кого-то хорошо помогать деткам из детского дома кто-то скажет лучше себе помогла внешность бы свою там сделала еще что-то или для кого-то хорошо там платить за обучение а кто скажет ой какая глупенькая надо либо вот быть умной либо не учиться вообще и так далее ну сколько людей столько мнений что такое хорошо что такое плохо для кого-то нормально бросить мусор на улице для кого-то это плохо понимаете курочку забить и вам это принесут на блюдечке вкусненько покушать а кто скажет фу это отвратительно а кто скажет вообще что блин ты что зачем-то животных вот убивают зачем этом понятие растяжимое если тебя не выбирают это не значит что ты хорошая или плохая ты сочетаешь себе и то и другое тут просто понравится ли твои качество человеку мы живем не с внешностью с личностью и нет еще раз говорю плохих хороших людей я тоже очень многим кажусь такой плохой такой знаете злой тюйте они не просто не знают кто я такая что я могу дать как умею я любить что я могу сделать для человека укажем то херович спросить как заинтересовать парня но не навязываясь и не надоедая то что ж такое у вас какие-то блять неадекватные ёбнутые что ли попадаются вообще жесть не навязываться куда куда-то навязываешь кому-то навязываешь вы никому не навязываетесь в автоматически не навязываетесь если вы нравитесь человек если вы симпатичны майте а если вы нафиг блин не нужны извините меня туда черт вообще о чем говорить конечно блять его бесить будешь и он бы считает что ему навязываешься блять и все что ты не скажешь его будет бесить он бы говорит блять не веди себя так блять не делает так блять вот так вот тоже не надо просто если ты нахуй не нужна человеку тебя все вот его все будет в тебе блять бесить вспомните какого-нибудь васю колю мишу хоть кого который вас заебывал и вы блять лишь блять не наху же реально весь швать вот понимаете а когда ты нравишься то тебя блять даже мысли таких нибудь вы не будете навязываться если вы будете блять нравятся человеку а чтобы найти человека которому вы понравитесь нужно блять искать другого выхода нет будешь сидеть дома блять на печи сосать кирпичи он блять не появится у тебя на пороге блять не встанет и белый рыцарь блять когда я была в депрессии я ждала реально что сейчас придет мужик он услышит мой плач за стеной где-нибудь он тут вот живет снизу там слева справа и такой женечка я всю жизнь тебя любил ждал иди ко мне моя любовь не плачь больше никогда я все сделаю для тебя все что у меня есть отдам тебе я ему блять сука ты самый лучший я тебе тоже все отдаю просто что у меня есть я тебя так люблю нихуя сказки блять у нас одни ёбнуты скоро двадцать ни разу не было в отношениях не нравлюсь парням ждет учую у кончено немножко мальку кухон по его уши девочки мальчики всем нравится невозможно даже я королева балла в рот у всех ебало уебище ли свое для кого-то понимаете для кого-то я просто блять они смотрят на лечку кутин остров губы страхи глаза у тебя блять слишком больших брови у тебя блять густы как у мужика какая ты какая-то вот мужиковатый кутите характер блять вот такой нахуй вот понимаете или там что она такая дергана ночью ёбнутая блять одессе для театра тебе ни о чем не говорит у я обеща милашка короче девочка мальчик и что что-то не было в отношениях сиди в тиндере знакомься леонардо винчи ходи на мероприятие понравился мальчиком салфеточки номера напиши все если боитесь сами подходить знакомиться либо и что у него там девушка есть напишите на салфетки и тем более так поймете если вы ему нравится он напишет позвонит либо там еще какие-то причины буду до если не напишет позвонить либо там девушка есть либо просто там не понравились ему еще что-то все нормально блять у вас там ничего не рвется, девочки. Все со смазочкой и без крови будет. Я вот занималась гимнастику, у меня не было крови, потому что у меня там и так все... У меня там узко, но вот эта вот плева, она тягучая, поэтому мне было не больно первый раз вообще. И крови даже не было, ничего не было. Все было классно. Как вести себя на первом свидании? Блять, знать бы мне, как себя вести на первом свидании. Меня же, блять, никто не приглашает на свидание. Ну, как себя вести на первом свидании? Слушай, я себя всегда веду, естественно. Меня считают, что знаешь, мужики, они поначалу, вот поначалу хуёво всё. Я за себя расскажу, может тебе подойдёт. Я одеваюсь как блядина. Ну, сиськи, жопы, всё как надо. Они же, что, они же, блять, животные. Им нужно сиськи, жопы. Поэтому я это и делаю. Ну, тем более я тоже не против перепихнуться, блять, и нам-то хочется, что нет, тают. Ну, вот. Короче, я сажусь, такая, блять, ну, сначала, смотрю, я выбираю не бомжей, просто, чтобы я пришла, и не было такого, что, блять, я не знаю, что заказать. Они все такие, да хуя, мужики, хотят за тебя заплатить, но я люблю разные, как бы, блюда разного, разной ценовой категории. Я, как бы, присматриваю, ну, короче, заказываю еду, ладно, похуй, пропустим это. Вот я заказываю все еду. Можете, здесь хотите узнать, как я узнаю, сколько бабок у человека, блять, сможем ли мы что-то построить, мои привороты заговоры, пишите в комментариях. А, кстати, тем, кто ставит тайм-коды, отдельное место в раю, я вас очень люблю, спасибо большое, мои дорогие. Короче говоря, ну вот мы общаемся, я поначалу не нравлюсь, им кажется, что я выебываюсь, на самом деле я просто так сижу. Блять, у меня штопля вылетела. Возможно, это выглядит немного странно, для меня нормально. Ну, просто, блять, ведите себя реально естественно, я не знаю, что вы паритесь, так, первое свидание, оно всегда криповое, вы думаете, он не сыт, когда, блять, к вам идет. Ну, типа, если только у него там на неделе, блять, не сто пятьсот свиданий, он на вас не делает акцент, тогда он может не переживать. Вот. Ну, просто ведите себя, блять, естественно, и не придавайте значения, типа, ну, понравитесь, еще раз встретитесь, пишитесь отношения, вот не понравитесь, разойдете. Попроще, блять, попроще, нахуй, и все будет заебись. Сколько Марсельки? Марселику почти два годика. Будет 27 августа. Мой лев. Тигр. Как относишься к весам? Нормально, мужики, классные, очень умные, очень хорошо зарабатывают. Вот у меня врач есть один. Ну, было, общались. Ну, перестали, потому что что-то писал, писал, звонил, звонил, но на свидание не звал, мы неделю, что ли, общались, две недели он пропал, и я его просто блокнула. Он мне потом еще написал в Тиндере, типа, блять, что-то меня заблокировало. Я хуй забил, нахуй. Я не люблю таких, блять, мужчины. У меня реально, я вот честно, если меня не зовут на свидание, все, блять, типа, у меня уже все. Но он меня бесит, начинает, мужики это тоже чувствуют, когда я начинаю агрессировать, когда уже моя вот это пропадает, блять. Твой идеал, мужчина. Я знаю, каким он точно не должен быть. Блять, мой идеал, это тот, который, блять, сука, поймет меня, нахуй. Он будет, блять, для меня идеальным, блять, нахуй. Который вот все поймет, что я говорю, все, что я делаю, просто увидит все во мне, что не видят другие. Вот он для меня станет идеальным, нахуй. Ну, конечно же, ухоженность, чтобы он был умным, для меня красивым, высоким. У меня просто чувствую некую доминантность, если я выше роста. Вот. Ну, все. Мне, правда, блять, вот, меня просто не понимают, вот не понимают меня. И я уже хуй на это забила. Типа, не понимаешь меня, все, пока, все, окей. Я не буду, блять, ебать человеку мозг, рассказывать, какая я, блять. Хотя у меня раньше был такой бизик, типа, ты не понимаешь, ты, ты просто не понимаешь меня, я тебе сейчас объясню. А я поняла, что им похуй. Есть человек, тебе говорит, что, блять, ты, ёпта, я тебя не понимаю, он не хочет тебя, блять, понимать. Как ты меня, сука, не понимаешь, блять? У тебя уши есть? Есть. Слышь, можешь, можешь. Рот есть? Есть. Ну, вот слушай, нахуй. Чё я говорю, блять? И делай выводы, блять. Дубина. Вот. Как отношусь к лишнему весу? Я с ним борюсь. Ну, я, знаете, чё, расскажу, мне похуй, как-то выглядит, блять. Лишь бы, сука, нравилась самому человеку. Реально. Похуй, в каком бы весе. Главное, чтобы вы, блять, из-за кайфовали, просто, что вы соска нереалка, блять. Или мужик самый пиздатый с большим хуём или с маленьким, но, увы, и самый охуенный. Всё, блять. А, ещё, мой идеал мужчины, который на свидание, блять, звать умеет, понимаете, ухаживать. И не как мудак себя ведет. Блять, я ещё такого не встречала. Реально, нахуй. Сука, у меня только мошенник был активным, пиздец. Ну, потому что мы бабки мои были нужны. А так, ну, получается, я не видела ни одного мужчину, который умеет ухаживать, блять, за жизнь. Сука, была бы я мужиком девочки. Девочки, была бы я мужиком. Блять, вот даже если бы я вас просто выебала и бросила, я бы, блять, это делала так охуенно, что я бы никому не разбила сердце. Всё было бы прекрасно. Ухаживание, цветы, подарки, блять. Женщины, это золото. Представляете, у женщины есть сиси, есть попы. А, ещё один долбой. Вот, запомните, если мужик зарекается насчёт фигур каких-то других баб, сиськи, письки, если у него на заставках стоят какие-то женщины неизвестные, сразу нахуй не общайтесь с ним. Пошёл он нахуй. И сейчас я, блять, своего мужика с хуём выставлю, блять. Сейчас я тебе нахуй расскажу, блять, все карты открою. Сколько у меня там, блять, мужиков, что ты, блять, плакал в подушку, нахуй, жалел, блять, всю жизнь о том, что меня проебал, блять. Уёбище, блять. Я вообще не знаю. У меня такая агрессия на них жёсткая, вы не представляете на мужчин. Это просто я их, блять, не переношу на дух, реально. Такими мудаками родиться, блять, это вот реально, вот если ты родила сына, блять, ты проклята сразу нахуй. Сука, если Макар вот будет какой-нибудь хуйней, вот такой вот страдает. Блять, я его буду хуярить, блять, до потери пульса, нахуй. Он телес должен быть повадливым к семье, все дела, поэтому нормально. Варвара вообще моё золото, сокровище, а не девочка. Вот её кто обидит, блять, вот тут уже всё, вот тут, блять, вот тут нахуй... Без разговоров будет, блять. Наколку сажу, блять, голой жопой. Иногда бывают моменты, что мне не нравится моя внешность. Это как-то можно исправить? Ну да, сходи к косметологу, блять, диетологу. Не, ну типа... Чё тебе не нравится? Исправь, блять. Жопу хочешь большую, сделай, накачай там. Дома это, тинг. Алекса тинг, как её? Ну вот с ней, спорт. Нормально. Дома она. Ну, просто настроение, блять. У меня тоже, я-то смотрю, думаю, ебать, я охуенный, пиздатый, я-то, блять, ебать, я уебище. Ну, это просто, вот, качует настроение. Ну, сегодня у меня Джек Дэниелс, так что у меня точно не будет плохого настроения. Если мужчина говорит, что нравится, но при этом не может разобраться, хочет ли отношения, он пиздит насчёт нравлюсь или просто не готов. Зайки, если вы нравитесь мужчине, то он вам точно предложит отношения. А если это мальчик, то он будет, ну, я не знаю, хочу отношения, не хочу. Я боюсь, что у меня разобьют сердце. Я боюсь, что мои письки будут сосать не так сладко, как обычно. Пук, воздух, блять, понимаете? Сколько было парней? Был опыт с девушкой. Сколько лет Марселю? Два годика. С девушкой был опыт. Сколько было парней? Очень много. В сексе? Три. В плане просто пососаться, пообжиматься, оральные ласки я не делаю, только в отношениях. Вот. Не делаю. Короче. Много. Очень много. Правда. Блять. Свидания почти каждый день. Сейчас я решила передышку сделать. Мне что-то заебаливать. Свидания. Что делать, если никому не нравишься? Да, блять, заебали. Все нахуй вопросы. Почему? Че делать все? Денька мне нравится. Че так думаете, дать? Одному долбоебу не угодили, блять. Бедному несчастного босаного обосранному. Все, блять. Терьмо хуевое. Дуры, блять. Пьяные. Вот нахуй вот с такими вопросами, блять. Знаете, куда идите? Вот нахуй. Как стремиться начать учиться, работать над собой, перестать загораться? Перестать загораться? И быть счастливым. Я не поняла вопрос. Ну, как стремиться, блять, ребята? Все тяжело. Вот все тяжело. Все через силу. Блять, я сама не могу. Мне тоже очень многое. Многие вещи тяжело, блять, делать. Правда. Я уже и не знаю, куда деваться. И новых идей нет. И творчество стопорится, да? И вот эти вот кризисы. Блять, хуярьте. Похуй. Главное, делайте, блять. Не останавливайтесь никогда. Если вы ничего не будете делать, то ничего не произойдет. Если вы хоть что-то будете делать, что-то хоть, да произойдет. Ясно? Результат хоть какой-то будет. А тут, блять, вот так вот сидеть, пердеть и думать, ммм, какая жизнь хуёва. Блять, пизду. Заебись, все будет. Вот с таким подходом надо жить. Как не стесняться? Ой. Что, если парень пару месяцев назад расстался с девушкой? Отойдет? Год. Все отношения, люди отходят от отношений год. Будет вспоминать. Если ебанат, то она ему напишет, он к ней вернется. Что там? Ну, может еще сравнивать. Ну, смотря какой. Может, это было просто ради секса. Потому что они, если они там встречались полгода, понимаете, когда отношения полтора года, два, три, вот тут уже год надо, чтобы отойти от них. А если там полгода отношения были, ну, блин, отойдет, он хуй забьет. Смотря еще, как он к ней относится. То есть, возможно, он просто ебался с ней. Прикольно было. Или еще там что. Как часто не виделись. Кхм. Кхм. Что делать, если парень требует, чтобы я первая писала? Ты ему скажи, ты хоть, блядь, в чем-то нахуй будешься, как мужик проявлять, блядь? Если тебе, сука, сложно первому, блядь, написать, о чем это говорит вообще? Ты мне что, блядь, подарки дорогие делаешь? Не знаю. Ты как-то ухаживаешь, блядь, пиздато. Цветы мне там, блядь, под окнами серенады. Что ты делаешь, чтобы я, блядь, доминантом была? Либо ты можешь объяснить свою позицию, как я, например, объясняю, что я устала быть главной. Просто если я начну писать, я возьму на себя роль мужика, я его добьюсь, но он мне нахуй будет не нужен. Я сделаю все. И вот любого мужика, правда, если даже я ему изначально неинтересна, я могу заставить его, чтобы он был со мной. Могу так сделать? Изи, нахуй, серьезно, блядь. Я умею, надо будет напрячься, это пиздец мозгоебство, ну, личное, с самой собой. Но я могу это сделать, но ты мне нахуй потом будешь не нужен, потому что, блядь, я не понимаю, ты очень мужик или ты чмо ебаная, которому даже тяжело, сука, написать, блядь. Сука, написать тяжело, блядь, первому, нахуй. Тем более, что диалог совместно идет, я проявляю интерес, ты че, блядь, сложно, сука, привет, написать, типа, первому. Это уже говорит о том, что, ну, реально, толбоеб, блядь. Позвонить, блядь, сложно. А ты кто, нахуй? Я тебе буду звонить, блядь? Я мама твоя? Спросить трусы свои грязные, блядь, после ночи, нахуй, с вулканами, с всеми извержениями, блядь. Постирала или нет, спросить или что, блядь? Ёбнутая, нахуй. Мне реально, у меня бесят такие тварины, потому что, блядь, ты хоть в чем-то будешь себя проявлять нормально? Что делать, если парень так? Когда только начинала снимать, тебя поддержали близкие? Нет, меня до сих пор не поддерживают. Что делать, если краш оказался геем? Ну, забей хуй на него, блядь, оставь человека в покое. Сколько у тебя тату, какая была самая безболезненная? На шее, вообще не больно. Я вообще ничего не почувствовала. Я говорю, Макс, ты мне там что-то бьешь, не бьешь, ты что делаешь мне? Он такой, да, мы уже почти сделали. Но он еще очень хороший, тату-майстер, Макс. Потерялась на связь, реально охуенный чувак. Они там с женой в тату-салоне работают, прям вообще, блядь, солнышки такие, пиздец. У меня тату раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть или семь. Постоянно так. Отец абьюзера постоянно оскорбляет, пытаясь говорить с ним, но не слушать. Ну, а смысл? Смысл с такими долбоем? Вы ничего не скажете. Это люди, вот, старые закалки, блядь, у которых есть свое ебаное мнение, нахуй, никому не нужное, а только им и их долбоевым сородичам, блядь, вот этим аборигенам, блядь. У-у-у, мы не развиваемся, у-у-у, блядь, на одной стадии развития, нахуй, у-у-у. Вот эти вот, блядь, понимаете, орки. Я просто пыталась тоже разговаривать со своими батьками. Меня не слышат, ну и нахуй пусть идут, ну и все. Я тоже, я как в стену, блядь, меня не слышат. Есть его мнение, блядь, и есть неправильное. Все, нахуй. О чем говорит человеку? Ни о чем? О, Ромочка написал. Ром очка. Как отучить себя заходить на страницу бывшего? Да я не знаю, блядь. А, вот она и написала про отца абьюзера, и теперь и на страницу бывшего. Тебя нахуй послали, ты вообще должна закрыться от этого человека. От арбузера. Своего бывшего. От бывшего надо закрывать все. Если, блядь, это прошлое отношение, нахуй вы куда-то там заходите, что ты, блядь, пытаетесь решить, зачем? For what? Объясни. Правильно. О, да, сейчас с вами прямой эфир проведу, попью немножко. Геги. Как быть решительной? Похуй должно быть тебе, и все. Вот мне насрать. Типа, если я хочу что-то сделать, и дело хочу, чтобы сказать, я говорю. Мне похуй на последствия. Это плохо и хорошо одновременно. Не, я думаю о последствиях, конечно. Но... Я очень эмоциональная, я очень молодая, не сдержанная, импульсивная. Мне можно. Сейчас, блядь, Рома что-то. Сейчас. Эй, ня, лави. Э? Ничего нету. Никому с ним? Ром, очка, пойдем Маблу играть. Ну, он 100% мне об этом написал. Так. После измены бывшего мне все парни отвратительные и скучные. Что делать? Отходить. Как лучше станет, найдешь себе парня. Только ждать. Ну и понять, что не все они долбоебы. Мне самой, сука, сложно в это верить, цемлядь. Реально. Реально. Ну. Тоже окончательно разочаровалась в парнях и отношениях. Блядь, вот чего за вопросы, знаете, такие вот они идут друг за другом. Да, я окончательно разочаровалась, мне уже все, блядь. Трэш. Не то, что разочаровалась, я уже не удивлена. Ну, идется как мудак я. Пока. У меня дела. Все. Я ничего, блядь, не доказываю. Я с ними не разбираюсь, блядь, лечить я их не собираюсь. Я хочу маму, что ли, блядь, твоя. Заниматься твоим умственным, блядь, развитием. Ну, все. У меня же похуй. Ну, как хочешь, так и живет, блядь. Ну, боеб. Так вот. Все. Я хочу в туалет. И играть. Я вас люблю, целую. Не плачьте, не скучайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok